Доброе утро! С вами рубрика ЗОЖ и доктор Кузьмина. Все о здоровом и правильном образе жизни и о тех возможностях, которые дает нам природа. Крапива двудомная – тема нашей сегодняшней беседы. Эта трава – одна из спасительниц нашего народа. Чего из нее только не готовили наши прабабушки. Супы, зеленые щи, лепешки, пирожки и пироги, квашения и квасы. Крапиву можно рекомендовать спортсменам для набора веса, так как это кладезь белка, витаминов и минеральных веществ. В Древнем Египте это растение рассеивали и придавали статус божества. В Древней Греции и Риме использовали крапиву и как приправу к различным блюдам. На Руси крапиву использовали не только как лекарственное средство, но и как холодильник. В летнее время ей обкладывали свежую рыбу и мясо, плели сети, ткали ковры, перемалывали и пекли лепешки. Кстати, во время Великой Отечественной войны спасала от голода именно крапива и лебеда. Прикармили крапивой домашний скот и птицу, так как прикорм из крапивы увеличивает удой и яйценоскость. Это народная мудрость и сейчас используют современные фермеры в своем хозяйстве. Листья крапивы содержат витамины К, С, каротиноиды, В1, В6, В2, пататеновую кислоту, микроэлементы, железо, кальций, медь. В сырье содержатся хлорофилл, дубильные вещества, флавоноиды, кверцетин, кумарины, органические кислоты, кремниевая, муравьинная и минеральные вещества, включая соли железа, лектины. Применяется как кровоочистительное и кровоостанавливающее средство при любых видах кровотечений, повышает содержание гемоглобина в крови, оказывает обезболивающее, противовирусное, антибактериальное, желчегонное, мочегонное, отхаркивающее, антисептическое действие. Обладает общетонизирующим действием, усиливает основной обмен веществ, способствует восстановлению регенерации клеток и ранозаживлению, использует при заболеваниях суставов и радикулите, стимулирует работу иммунной системы. Способ приготовления. 1 столовую ложку листьев крапивы залить 1 стаканом горячей воды, настоять 15 минут, процедить. Приготовленный настой добавлять по 2-3 столовых ложки к стакану зеленого чая. Страдающим тромбофлебитом, гипертонией, повышенной свертываемостью крови, беременным, показана консультация фитотерапевта. Пишите нам, задавайте вопросы, и мы обязательно на них ответим. С вами была рубрика ЗОЖ и доктор Кузьмина. До встречи!